МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Струг причалил к подножию пологого склона. В непросветной Чищобе велась узкая пройма. Стрельцы и Степан углубились в лес. А трое стрельцов остались возле караульщиков, которые стерегли суденышки, застывшие на причале до весеннего ледохода. Не туча катит из-за горта, и то не молнии блестят. Отмстить ворогам за позор то идет немаленький отряд. Лесная улочка оборвалась как-то сразу. Выбрались на обширной пустоплесне, среди которого виднелись сиротливые постройки. Больше всех бревенчатая изба, крепкая, во два жилья, воеводская. А дальше наметки под храм, амбары и приказ. Рядом помечена земля, вероятно, будущего детинца. Забрана вместо высокого чистокола колышками и рогатинами едва потолще среднего прясла. А еще дальше сложены колодцем четыре бревна. Мужики, сидя на крепком, незамшелом бревне, хлопали глазами на галок, которые деловито копошились по верхам плотно пригнанных слег. А четверо из них сбивали крепкое перевесище, рычаг для подъема бревен. «Бог помощь, мужики!» – окликнул их Степан. «Да какой там помощь!» – мрачно отозвались те. Вторую неделю половина мужиков кровянкой мучится, а другие – на заметах охотничьих, а на носу-то пух небесный. Из низкой двери вылез толстый мужик. «Эге! Не как к нам прибавка!» – жизнерадостно, – сказал он, зорким глазом выхватив новоприходца. Степан Бердыш, нарочный, из Москвы, спрыгивая с коня и морщись от боли в ушибленном масле, ответил новоприходец. Герой вымышленный, такие наверняка были, особенно у Бориса Годунова на тот момент. История тогда была очень тяжелой с нашей страной после смерти Ивана Грозного. Ситуация просто очень сложная. И наверняка были вот такие нарочные бойцы, которые выполняли сразу несколько миссий, функций, и их засылали для того, чтобы они строили города по Волге, в том числе в Самаре. Ну, вот такого героя я вывел, типа Д'Артаньяна. Ведь Д'Артаньян тоже у Дюма из трех Д'Артаньянов сложен. Вот. И вы знаете, даже такая ситуация была, когда генерал-полковник Шаманов, наш главный ВДВшник, вот приезжал сюда в Самару, я подарил ему роман, и он так обмолвился. Ну, по сути дела, это, как говорит, первый спецназовец, по сути дела, и десантник. Ну, он играет именно такую роль. Он и дипломат, он и ратибор, он и строитель. То есть несколько функций выполнял человек. А наверняка такие люди были, потому что в них нуждалась Русь на тот момент 100%. Потому что преобладание врагов по границам было 6, как минимум, врагов, я могу даже перечислить. А по кратности даже и говорить нечего. Это не тот случай, когда, говорю, русские шапками закидают. Нас было намного меньше на тот момент. И такие люди были действительно на перечет. И, думаю, очень ценились государственными деятелями типа Годунова, Ивана Грозного, братьев Щелкаловых, которые возглавляли нашу дипломатическую приказ. Вечерело, когда взбудораженные стрельцы увидели ползучая на них тучва. Заклотнув холмик, заколыхалось по всей шире пустоплесье. Стрельцы, было, схватились за ружья. Но выспавший вперед ладный конник одним взмахом руки упредил беспоездные стрельбы. Городской голова эткому обороту до того развеселился, что решил не разружать станичников. И тем более не лишать их боевых трофеев. Это на первых порах и мудро. Изначальная неучтивость власти могла на корню подрубить хлипкое доверие повольников. Затемно закатили гульва. Какого местная застава до то ли никогда не ведала. Вино велось из бочонков и кадок. А порядком захмелев, один из гуляк затянул песню, быстро подхваченную окосевшей братьей. Ой, сыч старый, не молчи, душу не терзай ты. Ой, сыч старый, закричи, голос мне подай ты. Уже ближе к ночи больше половины казаков погрузились на струги. Все завзятые ушкуйники, которым казацкая вольница и дух святой, и брага хмельная. Медлить было нельзя, снег зарядил жестко. Того и гляди, выпитет конец дороги сухопутьем по льду. Я думаю, если бы язык был полностью взят из той эпохи, то вообще было бы совершенно нечитабельно. Самая сложная задача – это передать языковыми средствами особенности той эпохи. Потому что если бы кто-то обводил слова «консенсус энергии», это было бы совершенно чуждо. Хотя некоторые этим пользуются, наши писатели, я такой читать не могу вообще. И когда я написал роман, он был более современно написан, я его переделал через много-много лет. И получилось, в общем-то, что вдруг у меня как будто в голове что-то такое открылось, что мне писать на этом языке стало даже легче, чем на современном. Я вот сейчас пишу продолжение про Ивана Грозного эпопею, третий том я закончил, вот прям на днях. И мне тот язык настолько близок, мне не приходится ничего выдумывать, слова сами приходят. Там, конечно, своеобразная стилизация есть. Я даже как бы пословицы какие-то выдумываю, которых на тот момент не могло быть, потому что Дали еще не было, Дальто он собрал пословицы в основном с 18-19 века. Но стараюсь, как бы приближенные к тому даже юмору Руси, который существовал на тот момент, исходя из тех реалий, которые были. Вот, и поэтому язык это самое главное, собственно, над чем я работаю и продолжаю работать в новом романе. И мне это настолько нравится. Ну, если, допустим, европейская глава, я ее пишу на языке той страны, которая представлена, допустим, Францией, это Дюма, Англия, Вальтерскотт и так далее. Ну, близко к этому. Но Русь, конечно, не ближе всего. И самое интересное, что люди сначала очень трудно, допустим, прикипают к этому языку. Ну, после 30-й страницы, как мне многие говорили, уже все понимают, и не надо по-другому писать, потому что язык, он должен передавать ту эпоху. И песни вы сочиняли. И песни, да, песни, все пословицы, все песни, которые здесь есть, это все, не только здесь, это я сам все сочиняю. И вы знаете, московские писатели, когда я его первый раз туда, глава романа, привез, они даже сказали своим корректорам и редакторам, плотников править не надо. У него не поймешь, то ли стилизация, то ли на самом деле это есть. И действительно, то, что может показаться ошибкой, на самом деле так задумано. Дверь избы распахнулась. Четыре стрельца, припав на колено, целились в верховых, которые были на три головы выше пеших. Вот громыхнул залп меткий и урожайный. Ковырнулись два верховых и конь. А Бапеш с реки нарастал, и в нем было и торжество, и предвкушение. Защищать дверь было уже почти некому. Русичи из двоих один были вырублены. Уцелевшие спрятались за дверью, а остальные отступили к амбару. В ход были пущены колья, бревна, кадушки и корыто. Укрытые в глуби хони бешно ржали, грозя оборвать ремни. Раззадоренный кирей уже рвался к зияющему проему. И тут невесть, откуда взявшаяся конница, оптным косом начала расчищать полянку. Ночь, темнота, смятение, а вспышки выстрелов и взымахи лезвий так и удесятеряли неведомую силу русской засады. Через месяц Степан Бердыш достиг Самарского урочища. Нигде теперь не было и намека на угрозу волжским заставам. И как знать, нет ли расправа над Киреевым нарядом, прищучила Ногайскую прыть и отбила охоту соваться туда, куда не звали. У Степана Бердыша произошла неоднозначная драма. И на личной почве он лишился своей возлюбленной, которую захватили казаки. Он, получилось, как бы подвел, не предал, но подвел тех казаков, которые перешли на государевую службу. Ну а он же, когда уезжает, раненый, весь израненный, кое-как пришел в себя, выздоровел. И он крестит тот город, которому он, в общем-то, посвятил, можно сказать, несколько последних лет своей жизни. Так что, то, что он после себя оставил, видимо, перечеркивает все остальные неудачи, горести, которые выпали на его долю, я думаю, так вот. То есть он государев человек, он выполнил свою задачу и после себя оставил город Самара. Я думаю, что это действительно его крест, который, ну, во всяком случае, будет выше всего, что ему мешало это сделать. На сад чалил от вымола. За бортом покачивался знакомый доутробный, мокротый, мягкий и волнистый срез жигулевских гор. А еще, как крестят казаки, жигули – это горы, где жизнь гулевая. Посидевший, скинутый, обветренный, с кролупе сеткой морщин, он глядел на недокушенный кромку леса детинец и думал, ох-ох-ох, какой смысл в жизни и в службе моей. Да и был ли он когда-нибудь? Для кого? Для Руси? Да или нет? Он проводил взглядом уносящуюся за кущу, взметнувшуюся выше соседок западную башню. Там наверху надежно и неподкупно торчал часовой. И оттуда не с хитрым азиатским прищуром, а в полный зрак следила мощная мортира. Степан раскинул руки, полногрудно заправился ветром, насытил глаза красотой. И впервые после месяцев хворобы, не закашлявшись за скорузлыми перстами, перекрестил удаляющийся Самарский городок. Отпели тризна убиенным, но смерть коротка, а жизнь долга. И по полям испепеленным домой дорога пролегла. С вами был Михаил Перепелкин.